Добрыня Первенство Владимирской области, третья группа, зона юг, шестой тур, Добрыня, Олимп 2.0, с нами Дмитрий Челаньков, вице-капитан команды Добрыня. Как тебе играть? Игра была очень интересной. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать. Очень важно для нас, что люди приходят, людям интересно. Также хотелось спасибо сказать команде соперника, потому что ребята тоже старались. Видно, есть определенный рисунок игры. По игре в целом вначале где-то не все получалось, потом перестроились. Считаю, что выполнили установку тренера. Достаточно интересные добротные голы получились. Считаю, что счет по игре и победа по игре показали достаточно хороший уровень. Естественно, что были определенные ошибки. В дальнейшем разберем. По игре ребята молодцы. Отдались полностью, бились друг за другом. Помогали друг другу. Поэтому результат закономерный. Очень рад, что смогли выиграть очередную игру. Дим, сегодня не было Вани Кузнецова, основообразующий игрок в центре поля. Как удалось решить эту проблему? Ну, проблему удалось решить за счет тактических перестроений. То есть мы с Сашей Кошкиным играли вдвоем в опорной зоне. Я думаю, что удалось, в принципе, сыграть достаточно хорошо. Много единоборств было выиграно, за счет чего мы уже смогли связать игру в центре. Поэтому ребята все с желанием играют. Поэтому где-то кто-то, когда не может, друг друга дополняем. Помогаем друг другу, соответственно. И получается результат. Получается выиграть игры. Удаление сильно сказалось на игре? Ну, удаление, если только немножко расслабились. Уже, наверное, поверили в свои силы. Вот. Где-то моментами стало преобладать желание забить. Вот. Соответственно, не всегда это играет положительную роль на командной игре. Ну, соответственно, не смогли счет сделать более крупным. Сегодня на трибуне видел ребят из футбольной школы Добрынин, да, которые приезжали из Суздаля даже. Как-то ребят приглашаете или они сами проявляют унициативу приезжая? Ну, естественно, что и приглашают. И я знаю, что сами проявляют инициативу. Потому что интересно. Вот. Людям и хорошие отношения складываются. И с родителями, и с детьми. Поэтому у детей горят глаза. Вот. Тем более есть ребята, которые и поиграли там на определенном уровне. Соответственно, для них это интересно. Есть к чему стремиться. Вот. Может быть, это там третья группа чемпионата области. Но всегда надо что-то начинать и куда-то там расти. Вот. Поэтому мы для них, наверное, являемся определенным примером. И наша задача достойно играть и показывать не только там какие-то свои футбольные качества, но и какие-то там человеческие качества также проявлять. Потому что все-таки задача футбольной школы не только воспитать звезд, но и заложить уже какую-то основу для дальнейшего развития. Там дисциплина, какие-то определенные качества, характер. Вот. Поэтому очень приятно, что приезжают, приятно, что смотрят. Это подстегивает, это мотивирует. Атмосфера создается очень благоприятная. И слышу неоднократно, что действительно у нас команда, коллектив хороший. Олимп сегодня приехал в статусе одного из лидеров. Мы, Добрыня и Олимп, ведут вровень. И такая интересная статистика. Сейчас уже шестой тур. Олимп до этого матча не пропускал еще. Как-то особо готовились к фланированной обороне или что-то такое? Ну, естественно, где-то обращаю внимание на то, что у них был ноль пропущенных голов. Это показатель того, что уже к шестому туру ноль. Но на самом деле хотели играть в свою игру, должны были реализовать те моменты, которые у нас были. И, в принципе, не забивали себе гол тем, что у них ноль. Основная задача была выполнить то, что нам тренерский штаб убивать в установке. Соответственно, как результат победы. На твой взгляд, как Олимп главный соперник? Ну, с учетом того, как мы готовимся к играм, какой у нас вообще подход к тренировочному процессу, как тренерский штаб выстраивает всю эту систему. Я думаю, что, ну, естественно, соперники оказывают нам определенное сопротивление. Но прежде всего, наверное, думаю, что многие вещи в наших головах. И порой мы сами себе можем где-то там помешать, где-то психологически перегорять. Но футбольные команды на области все упираются, все играют. Со всеми сложно, простых игр легких не бывает. Там, несмотря на какие-то, возможно, где-то крупный счет, не крупный счет. Поэтому тут факторов много. И соперники нам мешают иногда, а мы сами себе мешаем. Ну, раз команда идет в лидерах, соответственно, они этого достойны. Наша задача на это внимание обращать, играть в свою игру и выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Спасибо, с победой!